Всем привет, с вами Priya, и сегодня поговорим о том, чем же именно заняться во втором сезоне Battle of Azeroth. Собственно, весь контент сейчас выходит посезонно. Первый сезон БФА уже прошел, сейчас же начался второй, собственно, с 23 января. Первый сезон, насколько я правильно помню, начинался где-то примерно так же в 20-х числах сентября. В этом можно сделать вывод, что сезоны у нас идут ровно 4 месяца, то есть сентябрь-октябрь, октябрь-ноябрь, ноябрь-декабрь, декабрь-январь. Да, ровно 4 месяца идет каждый сезон, и за этот сезон можно на самом деле успеть многое. Во-первых, это прохождение Мифик Плюс с целью повышения максимально закрытых каких-либо данжей и с целью получения достижений, а именно всех десятых подземелий в таймер, или же всех пятнадцатых. Также рейды, собственно, абсолютно все рейды имеют достижения Героя Своего Времени и на кромке лезвия. Герой Своего Времени дается за убийство героической версии последнего босса до выхода следующего контентного обновления с новым каким-либо основным рейдом. На кромке лезвия аналогичное достижение, только требующее убить босса в эпохальной сложности. Помимо всего этого есть и PvP сезон, но я особо не PvP, поэтому, увы, рассказать об этом нечего. А чем же именно заняться? Ну, если вы решили идти по PvE дорожке, то вполне неплохо будет начать с прохождения Мифик Плюс, так как Мифик Плюс дадут какой-либо стартовый шмот и, в принципе, обеспечат вас каким-либо нужным эквипом. К примеру, проходя в текущий момент пятые или шестые ключики, можно получить 385-ю награду и выше. Ну, а уже начиная с 30 января, в тот момент, когда откроют эпохальную версию битвы за Дазар Алор, будет доступно повышение добычи с десятых ключей. С десятых ключей будет падать уже 400-й лут, но даже на этой неделе нужно закрыть один десятый ключик, а может быть даже и повыше с целью большого количества пыли титанов. И, конечно же, ради дропа 410-й и выше вещицы. Собственно, если всё-всё-всё это использовать, то на самом деле можно неплохо так весьма одеться к рейду, подготовиться к рейду и ко всему этому рейдовому, так сказать, покорению выйти в победителях с вполне высоким итем-левелом. Также не стоит забывать про профессии. В текущий момент с них можно изготовить различные интересные вещицы 385-й, 400-й, 415-й по набору реагентов. Ознакомьтесь с своей профессией и гляньте, что она может делать. Увы, начертания каких-либо таких глобальных классных крафтов делать не умеет. Ограничено всё на самых обычных колодах 355-х, которые и так можно купить, в принципе, на аукционе. В теории любое занятие в ПВЕ-контенте будет повышать ваш итем-левел, начиная от нападений, заканчивая прохождениями рейдов. Пользуемся абсолютно всем, повышаем свой итем-левел, повышаем итем-левел на своём персонаже, с этого повышаем свои защитные характеристики, исцеляющие характеристики и повышаем дамаг. Становимся более нужными в рейде, попадаем в рейды, чистим рейды, радуемся полученной добыче, собственно, улучшаем своего персонажа абсолютно любыми путями, которые только есть. Думаю, вы справитесь с этим и преуспеете. Что ещё у нас есть во втором сезоне? Второй сезон, он никак не связан с выходом 8.1.5, то есть в текущий момент игра до сих пор стоит на версии 8.1.0, и союзные расы будут лишь через какое-то время. А через какое, на самом деле, это весьма загадка. Если поговорить уже о будущем патче, там 8.1.5, 8.2, то 8.2 выйдет, скорее всего, летом, и именно тогда будут полёты, потому что сейчас это какой-то прям популярный вопрос, ажиотаж на него большой слишком, типа, что когда ведут полёты, когда мы будем летать, уже надоело. Ну, вспомните Легион, в принципе, выход контент-патчей будет такой же, как и в Легионе, и это, в принципе, неплохо. То есть прошло немножко времени, вышел новый патч, ещё немножко, ещё новый, с какой-либо новой порцией контента. В текущий момент в игре есть что делать, и это очень хорошо, но через месяц будет всё грустно. В тот момент, когда уже и рейд закроется людьми, гильдиями, которые рейдят почти каждый день. И будет немножко, конечно, грустно с этого. Ну, вам же я желаю счастья, всех благ, здоровья. Не забывайте смотреть ссылочки, которые указаны в описании под этим видео. До скорого! Берегите ноги!